В доме у нас всегда висел портрет незнакомого мне человека. Это был мой дедушка Асанов Али Асанович. У него был кабинет, мама всегда говорила, и огромная-огромная библиотека. Это было что-то. Это мир, который он мне только заводил и говорил, вот это надо читать, вот это надо читать. Лилия Асанова Джетере – внучка видного крымско-татарского педагога XX века, народного комиссара просвещения Крымской ССР Али Асанова, репрессированного в 1938 году. Уроженец села Бурлюк Бахчисарайского района Али Асанов окончил педагогическую академию имени Крупской в Москве. Затем вернулся в Крым и посвятил свою жизнь просвещению. В Белогорске он работал руководителем Белогорского района, он там начинал. В Бахчисарай он был заведующим Горано. Потом он стал министром просвещения Крымской ССР. Это все шло у него не просто так. Все это его заслуги, его знания, его широкий кругозор, его общение с очень интересными людьми. Став наркомом просвещения, всего в 28 лет Али Асанов ратовал за всеобщее образование, пытаясь обеспечить школы учебными пособиями и квалифицированными учителями. Особенно он обращал внимание на обучение девочек и женщин. Это были его великие вопросы. Он когда приходил домой, бабушка всегда говорила, я был там-то, там-то. Я уговорил, я думаю, что они будут учиться и отдавать своих девочек в школу. Прогрессивные идеи и активность Али Асанова не нравилась властям. В 1934 году он был снят с поста наркома просвещения, а спустя три года его арестовали. 2 ноября 1938 года Али Асанов был расстрелян, как и десятки других крымско-татарских интеллигентов. После ареста Али Асанова его жене с дочерью пришлось скрываться и скитаться по родственникам. Но в 1944 году вместе со всем народом они были депортированы на Урал. Маме было 14-15 год уже. Вместе с бабушкой они ходили рубить этот лес. Потом, когда узнали, что бабушка медсестра, ее забирают в лагерь, в медсанчасть. Здесь им стало немножко полегче. Там она научилась в школе жизни, своей профессии. С Урала Асановы переехали в Узбекистан, ближе к родственникам. Здесь родилась Лиля Ханам. О своем выдающемся дедушке она узнала уже в юности из рассказов матери и бабушки. В моей семье об этом очень долго молчали. Даже после 1956 года, когда моя бабушка получает справку, ее вызывают горком партии, потом уже послала маму, говорит, нам так стало страшно, что бабушку опять нашли, и что будет с ней. Али Асанов был реабилитирован лишь в 1959 году. Лиля Ханам пошла по стопам деда. 46 лет она проработала педагогом, была директором школы. Вернувшись на родину, она еще больше стала интересоваться историей своей семьи, отправлять запросы в архивы. Но не решается пойти к дому в центре крымской столицы, где до ареста жил Али Асанов. Мне даже стыдно подходить туда, стучаться в эти двери и спрашивать. Вы знаете моего дедушку? Мне кажется, меня просто выгонят они. Я не хочу получить какой-то удар. Я хочу жить и знать, что мой дедушка ходил по этим дорогам, что моя мама ходила вместе с дедушкой, за руку взявшись. И он вел ее в первый класс и говорил, здесь работает учитель, который учил меня. Она будет учить тебя. Лилия Ханым по крупицам собирает материалы, связанные с ее выдающимися предками. Ведь со стороны отца она принадлежит к известной династии Джетере. Ее мечта – увековечить имена героев, которым жизнь оказалась так несправедлива. Я их собираю для своих детей. Может быть, мои сыновья пойдут дальше меня. Может, они найдут больше. Все это нужно собирать. Это большая книга, это исповедь наших поколений. Субтитры подогнал «Симон»